Музыка жаркого лета, пение цикад. Хотя это сложно назвать музыкой, скорее гул проводов. Поют цикады в самое жаркое время дня, когда плавится асфальт. Тепло для них важный источник энергии. Её-то они и тратят на пение. Почему они поют? Это самцы, сообщают своему коллеге, такому же самцу, что это моя территория. Только самцы поют, самочка нет. И вот вам, пожалуйста, для сравнения я покажу цикаду, которая не живёт у нас, и наша цикада. С мая по июнь сезон жуков. В мае заводит мотор и вылетает на растительную охоту майский жук. Он вредитель, обожает лобухи. В апреле стартует апрельский, а в июне логично июньский. Есть удивительный жучок, который называется, девочки любят, Олёнка. Олёнка. Тоже несколько видов. Это цветоеды. Они на цветах, то есть питаются пыльцой цветов, лазят, но тем самым они опыляют цветы, перелетая соцветия на соцветия. Настоящая цунами – это молодая саранча. Летать не может. Идёт шеренга шириной 50 метров. У пехоты зверский аппетит. Съедает всё на своём пути. Запомните, у саранчи усы короткие. У нас тоже есть саранча. А у кузнечиков длиннее своего тела, и он их закидывает назад. Не все кузнечики зелёные. Есть и песочного цвета. Но у них усы назад. Они не поют, они просто скрябают ножкой с зубчиками по крыльям. Оказывается, у нас водятся львы. Только они муравьиные. Личинка, хищник питаются муравьями. А взрослые насекомые похожи на стрекозу. Летают вечером и питаются нектаром ночных цветов. На ХБК есть возле железной дороги песчаные насыпи такие. Воронка, в которой на дне воронки живёт вот эта личинка. Муравей бежит. Он всегда трудится, бежит. И попадает в такое место, где просто осыпается туда. И вот оттуда вылазит это существо, вот эта личинка, у которой два кинжала. И она вот так вот раз махнула, и всё. И муравей бьёт. Если муравей упал на дно, а она где-то что-то, он начинает бежать, она плюёт песком и сшибает этого муравья. На дне Днестра тоже обитают насекомые. Кстати, очень древнее имя им – подёнка. Почему так называется? Она живёт один день. Подёнка. У неё даже не развивается пищеварительная система. Но её дети размножаются 3-4 года на дне Днестра. Подёнка после спаривания, вот за один день, они спариваются прямо над Днестром. И летит чуть-чуть выше, метров на 50, и пикирует, как в бомбочке, яйца в воду. Вода относит на то место, откуда она сама родом. И это бывает первая декада мая. В зависимости от условий. И выход этот смотреть – это просто зрелище. Вся машина на пароме, мы все, все были в бабочках. Они садятся на кустах, везде обсыхают, потому что из воды массовый выход, спариваются и погибают. Один юный зоолог-исследователь в окрестностях Тирасполя собрал коллекцию чёрных симпатичных жуков – жужилиц, целых 120 видов. Со временем защитил диссертацию. В экологическом центре это распространённая практика – от кружка до научной степени. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова